Fly me to the moon, let me play Тут мы продолжим повествование, анонсированное о похищении сенатора Невальшего, но без подробных всяких описаний этого события, а только выделение самых главных и основных моментов, на наш взгляд, острейших и самых интересных. «Как планировалось похищение?» «Слушай, дружище, давай-ка обсудим твои отношения с бутылкой», говорит Фрэнк Синатра, отводя в сторонку Дина Мартина. «А что такое?» – театральным шепотом интересуется Мартин. «Я тост проворонил?» «Да?» – зрители смеются. «Давайте выпьем», – предлагает Мартин. «Ты уже и так пьешь», – напоминает ему Сэмми Дэвис. «А разве это моя рука?» В зале снова смех. «А вообще-то я собирался завязать с выпивкой завтра», – объявляет Дин, делая глоток. «Вот и молодец, вот и правильно», – хлопает Дина Фрэнк по спине и хвалит. «К утрух коктейль застынет в холодильнике, и я его съем как эскимо на палочке». В конце сентября 1963 года крысиная стая развлекала гостей на вечеринке в Беверли-Хиллз на бульваре Сансет. Фрэнк, Дин и Сэмми в тот вечер не пели. Только хохмели, отвечали на вопросы из зала и раздавали автографы. Выручку они планировали пустить на благотворительные цели. Аудитория была небольшая – человек 200. И среди них выделялись трое. Жизни этих троих очень скоро пересекутся с жизнью Фрэнка Синатры. Вот их имена. Барри Уоргтингтон Кинон, 23 года. Джозеф Клайд Энцлер, 23 года. Джон Ирвин, 32 года. Видите, Синатра вовсе не могущественный гигант. Втолковывал Кинон, коротко стриженный блондин, своим приятелем. Затем я вас и сюда и привел, чтобы вы убедились. Синатра такой же человек, как и все остальные. Ну, что думаете? Управимся? Не знаю, сказал Энцлер, хлебнув из кружки пива. Похищение человека – не шутка. Ха, ничего особенного, убеждал Кинон. Я уже все продумал. Нам про семью Синатра уже все известно. Джо, напомнил он Энцлеру. А чего я не узнал от Нэнси, то в библиотеке нашел. Кинон, оказывается, целую неделю гостил в Палмс Примс и времени даром не терял. Окопался в библиотеке, стал выяснять факты о прошлом Синатре, его характере, а еще он сходил в городскую библиотеку Лос-Анджелес. И проштудировал историю киднеппинга с библейских времен до наших дней. Ну, вы поняли. О методах похищения. Знаете, когда все киднепперы попадаются, приставал к друзьям Кинон, когда выкуп забирают. Если мы этот пункт пропустим, то не попадемся. Зашибем вот так же, как эти звезды, что валяет дурака на сцене. Это даже символично, что мы здесь. Подытожил Кинон, обводя взглядом зал. Зрители до упаду гоготали над очередным геном, но Кинон и его друзья не обращали внимания на шутки шоуменов. Кинон продолжал уламывать друзей, присоединиться к нему в преступлении, которому было суждено стать одним из самых дерзких в истории шоу-бизнеса. Кинон задумал похитить Фрэнка Синатру-младшего. И поначалу ему это с роскошным образом удалось. Легко и элеганско. Ну, во-первых, он знал с Фрэнка Синатру-младшего. Можно сказать, был хорошим его знакомым и знакомым его сестры. Однако он обманом его заманил в покой, в комнату соответствующую к тебе и предъявил, угрожая оружием, права на выкуп за его, как он утверждал, угрожая, жизнь. 19-летний юный Синатро оказался тварделем и так просто не поддался. Однако из благоразумия решил внешне подчиниться своим похитителям. Субтитры создавал DimaTorzok